Я хочу вот это смотреть Я вообще хочу, чтобы это стало нашей рубрикой постоянно, ежедневной Сестру Егора Шипа начали хейтить в школе из-за популярности Даник и Юля дразнят подписчиков совместными встречами Рэпер Текила с женой узнали полребенка В Москве исчезают рестораны кипс Ой, бля, в смысле полребенка? Типа наполовину? Не понял Блядь, сука, наушники отошли Си, а Диане Астер испортили машину Кто это, блядь? Всем привет, это канал Окблогер И сейчас ты узнаешь самые свежие новости о блогерах и трендах Подписка, лайк и колокольчик, и тогда всё будет топчик Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся поудобнее и погнали! Сразу же хочу сказать спасибо всем, кто не поленился и не постеснялся записать заставку для начала выпуска Я не ожидал, что мне пришлют больше 400 видосов Все, кто прислал, обязательно появятся в выпусках, всех вижу Буду вас вставлять в течение месяца И даже на днях покажу, как вы сможете узнать, когда именно себя увидите На этом приём новых приветствий я временно закрываю Кустарничек, спасибо тебе большое за 120 рублей Вот, поэтому как бы да За деньги да Пожалуйста не присылайте, просто личка от них уже разрывается Над Бабичем не прекращаются шутки в комментариях по поводу потерянной галочки в тиктоке Как оказалось, с учившимся полностью виноват он сам И сыграло тут банальное лень и плохое знание английского языка На днях ему захотелось обновить описание и имя Я с ним скоро, кстати, встречусь в реальной жизни Ну если он в итоге прилетит, конечно, в Нью-Йорк Ну мы договорились, что если он прилетает сюда, мы с ним Мы с ним Пересечёмся Зачем? Блядь, ну просто так А зачем люди встречаются? Чтоб общаться Не, я понимаю, что вы дома сидите, блин Ни с кем не видитесь и так далее Но тем не менее Что теперь, я что-то тоже должен сидеть дома и ничего не делать? Да при чем тут секс сразу? Не, ну с такой логикой, конечно, вы так ни с кем не увидитесь Если для вас встреча должна всегда заканчиваться сексом То что тут могу сказать? Тело На самом деле не было такого, что у меня просто забрали галочку и сказали Иди гуляй, типа Я просто пытался поменять название аккаунта в ТикТоке Мне выскочила какая-то иконка на английском языке Ну а я по-английски Ни туда, ни сюда Что-то вроде бы да Ну вроде бы нет Вот Я нажал окей Оказалось, лучше бы не нажимал Потому что галочки теперь нет А вот его девушка Аня Покров Решила углубиться в лайфстайл формат И снимать влоги о жизни в Америке Которые многие проводят Блядь, я думал Гвин Сука Дай сосед иди нахуй У неё уже был неплохой видос поездки на Алтай И совсем скоро выйдет новый У меня есть для вас офигенская новость Я сейчас сняла для вас с Ютуб Новое видео И это влог Ну не совсем, влог Я там рассказываю про цены на продукты в Америке Ну короче, скоро, скоро, скоро всё будет Дина Саева возобновляет музыкальную карьеру Если кто-то не знал У неё есть один официальный выпущенный трек Я ищу тебя С которым она даже успела выступить на сноупате в 2021 году Готовились ещё песни Но в тот момент на неё навалился период депрессии Поэтому тиктокерша отложила весь материал на лучшие времена Вау! Сейчас они как раз наступили Вчерашний вечер Диндон провела на студии Где с волнением записывала новую композицию Круто! С большой вероятностью будет на русском языке Ждём! Так и с английским и арабским пока беда Каким лакомым? Но в будущем, мне кажется, она уйдёт в восточные мотивы Что ей максимально близко Балдёш Ура, ура! Егору Шипу несподин Оооо, это мой любимый блогер! Ой, что такое? Что у него случилось? О боже мой, я так переживаю Ну-ка Визненное состояние пришлось записать несколько историй По поводу сестры и отношения к ней в школе Речь идёт о Маруси Которая не просто имеет звёздного брата Но и старается вести блогерскую деятельность И достаточно неплохо Но не по мнению одноклассников Которые сначала высмеивали какие-то её отдельные видосы А потом это превратилось в регулярный хейт Шип даже показал видос Который прислали сестре в личку Какие-то три девочки из школы Там шквальный поток нецензурных слов Оскорблений И всё это под соусом детской... Боже, блять, покажешь нам, чтобы мы это тоже увидели Хесу с первого раза зашла на твой стрим Ой-ёй-ёй Ты, конечно, вовремя Сразу хочу сказать, что на моём стриме всякое происходит И такое тоже То, что ты сейчас видишь Это не значит, что так будет дальше И ненависти Обидно, что такое до сих пор существует А главное, что занимаются они этим лишь из зависти Так как сами наверняка хотят быть на месте Маруси Но не могут даже набраться... Я, я хочу быть на месте Маруси Правда Я бы хотел быть сестрой Егора Шипа Ра Сил, чтобы выложить хоть что-то в интернет Короче, не будьте как те девочки Будьте как Маруся Только добро и позитив В Москве начали закрывать на ремонт И менять вывески в ресторанах KFC До лета, как и сообщалось ранее Планируется заменить все логотипы на Ростикс Расстраиваться из-за этого не стоит Так как в целом ничего не изменится Только какие-то отдельные позиции в меню И то лишь название Что мы прекрасно уже видели во время переделки Вкусные точки Диана Астер столкнулась с первыми минусами Владения собственным автомобилем Так, я поняла Ждём совместку, скупли на вам и бабичем Записала стрим, не досмотрю Вставать в 6 утра Так что всем заранее сладких снов Да Да иди ты, блядь, сладких снов, сука Спасибо тебе большое за донат Помню, что она в декабре сдала на права И наконец-то приобрела себе мерседес Блин, так круто А кто это? И сразу оклеила его в розовый Пиздец Пока что блогерша всем довольна Регулярно на нём катается Без аварий на дорогах Но вчера заметила, что кто-то оставил Большую царапину на кузове Ди даже не сразу заметила Так как она находится со стороны пассажира И сейчас не знает, когда это могло произойти Соответственно, виновника найти тоже не удастся Восстанавливать тачку придётся за свой счёт А чеки на мерседес обычно выставляют огроменные Мою предложку продолжают заполнять Странными совпадениями про Даню и Юлю Ещё пару дней назад Почти сразу после первой встречи У них заметили одинаковые джерси Они встречаются снова Пулька давно появлялась в ней в своих видосах А вот Милохин с любовью взять поносить чужие шмотки Вполне мог её одолжить История повторилась вчера во время модного показа В магазине одежды друга Дани Куда он пришёл в футболке с интересным принтом Точно такую же нашли у Гавририны Всё, пызда Наи причём снимался на дней за пару дней до отъезда на отдых Совпадение или нет решать вам Я пока лишь привожу факты Сегодня же утром ребята начали дразнить фанатов Одинаковыми историями Снятыми почти из одной и той же локации Ребята, всем доброе Чё за хэээээ Утро, давно не было разговорных вあり線 Я сегодня пришлюсь в 7 утра Отдевается над своей аудиторией, блин Дразнит их Какими-то намёками вот этими непонятными Вместо того, чтобы как взрослые люди Сказать честно, как есть Что это вообще такое, Даня? Я Призываю Протестовать Аудитория Дани Аудитория Не помню, как её зовут Ребята, хватит это терпеть Да, да, да Уснула потом на час Вот уже пол одиннадцатого я уже бодрячком Ребят, доброе Всем доброе утро, давно не было разговорных сторис Я сегодня проснулся в 7 утра Бодрячком, часик, конечно, поспал Не, ну тут, ребят, вообще всё неоднозначно, да Наверное, они всё-таки не встречаются Блин, давайте ещё будем сидеть полгода думать А правда ли они вместе А потом проснулся Для чего именно они это делают, пока что сказать трудно Возможно, им просто нравится, что все паблики Вновь пестрят заголовками только о них Юле, кстати, сегодня предстоит ощутить себя мамой И даже не проходя через эти трудные 9 месяцев Димас и Аня и Щук в историях пообещали Какой Димас? Какой Димэс, блядь, кто это? Доверить Тима подруге на 24 часа Возможно, они даже снимут об этом полноценный ролик Помимо стандартных мамкинских забот Ей присоедует... Это Димэс! ...вы сводить малыша на стрижку Было куча шуток из-за его хвостика Но его сделали, чтобы не мешали волосы А стричь детей прям сразу врачи не разрешают Теперь же ему сделают модную стрижку А Юля уж выберет что-то достойное И Оксаной Самойловой продолжается уже больше 10 лет В процессе которых было много забавных моментов А ну-ка Оказалось, Денис не с возрастом стал таким летящим И придерживался правил Чила и Раслабона Еще в начале карьеры у него были эмоциональные Необдуманные поступки Например, после знакомства с Оксаной Джига настолько влюбился, что всего через полгода Он набил ее инициалы у себя на ребрах А это, чтобы вы понимали Одно из самых болезненных мест Ээээ, Хелгей, спасибо тебе большое за подарочную подписку Тест, ты лучший Сколько лет смотрю? Всегда актуален Люблю Мэри или Мару, спасибо за 120 рублей Лави, спасибо за переподписку Ширатсуки, спасибо за переподписку Спасибо, ребят, спасибо Вы знаете, что у Дениса есть татуировка Возможно, какую-то татуировку мы увидим и от рэпера Текилы Который со своей женой Машей ждет рождения первенца У них наконец-то прошла закрытая гендер-пати в Аргентине Где присутствовали только родные и самые близкие друзья Объявить же пол ребенка они решили не банально через шарик, как делают все А почему не полностью объявить ребенка? Почему пол? Почему только половину? Не понимаю Помощью общего тракта Цвет начинки которой голубой или розовый Как раз даст всем ответ От подписчиков момент разрезания с крылья, чтобы сохранить интригу Но на нескольких кадрах все же увидели, что они ждут мальчика Поздравляем пару и желаем успешных родов Подходит уже срок беременности Блядь, они что там все беременные-то ходят, я не понимаю Эпидемия какая-то И что странно, они с Оском резко пропали из всех соцсетей и не выкладывают никакого контента Тут есть несколько вариантов Либо малыши... Бля, знаешь, что самое неприятное? У нас соседи сверху У соседей сверху Ребенок появился, походу Все то время, сколько я здесь живу Все было тихо, спокойно И вот сегодня ночью Где-то часа в три ночи Новорожденный ребенок Блядь Не было вообще такого Вот, походу, у них тоже родился ребенок И, возможно, это была первая ночь, когда он с ними сегодня ночевал Да В три часа, причем так громко, сука Как будто он здесь, вот, в этой квартире находится В соседней комнате Вот Не, он сверху Там, в спальне, типа Вот И просто Блядь До этого максимум, что я слышал Это как сосед храпит Вот, я там Сижу в телефоне, да Тишина, и слышу Такой, думаю, о, сосед спит Потом я периодически Слышал его будильник Причем, пиздец, в 5 утра просыпается чел Представляете, да Причем, просыпается он крайне тяжело У него этот будильник Я не знаю, может, 30 минут звонить Просто Трррррррррррррр Тррррррррррррррррр Блядь 30 минут чел не может проснуться, долбоеб Ну, а теперь Ребенок Если такое теперь будет каждую ночь Все пиздец Больше Я с хорошего стрима Вчера гулял по мску, видел бомжа в кофте, как у тебя Вывод делайте сами А, да? Аскеточ, спасибо Спасибо Если бы ты жил в среднем веке в 30 лет Тебя бы уже не было в жизни Не понял, нахуй Это ж почему это вдруг Извиняюсь Схуя Оверклок, спасибо Поэтому будем ждать только позитивных новостей А вот со съемочной площадки Папиных дочек появилась официальная информация О сюжете нового сезона Вот первый Новый сезон Папиных дочек Проблема в том, что я и первый Это не смотрел Ну, там, я не знаю, сколько сезонов Короче, я вообще не смотрел этот сериал А тут новость о том, что снимают новые серии Вот И, типа, все-таки Нифига себе Ну, а я, как обычно, блядь, все пропустил Да Я долбоеб Я не смотрел ни Гарри Поттеров, блядь Ни Звездный Войн Ни Властелин Коллег И ни папины дочек Правильно, блядь Спасибо тебе за 120 рублей Ничего я из этого не смотрел Представляете Ты не жил Блядь То же самое я вам могу сказать Вот я когда спрашивал у вас Смотрели ли вы Такой сериал, как во все тяжкие Breaking Bad И многие в чате писали Нет Это ты не жил, блядь В таком случае Игру Престолов кто-то тоже не смотрел Кстати говоря Есть такие люди до сих пор Уверен, прям сейчас здесь сидят Ну, я Ты долбоеб Ты вообще Как ты вообще живешь? Какие там еще есть сериалы крутые Побег из тюрьмы, кстати говоря Достаточно, да Уже такой старенький сериал Но охуенный Вы, скорее всего, даже о нем и не знаете Блядь Потому что вы еще зумеры И этот сериал вышел, наверное, тогда Когда вы только родились Вы даже не в курсе Вот рекомендую Побег из тюрьмы Охуенный сериал Просто, блядь Есть еще один сериал Тоже старый Давно еще выходил Остаться в живых Лост Звукоизоляция? Не, она в принципе-то здесь нормально Я же вот разговариваю Ору, кричу И за все время Ко мне никаких претензий не было Но когда ночью Тишина, конечно Через потолок Слышно, да Есть такая хуйня Вот Дом дракона Ну, я не знаю По поводу Дома дракона Я посмотрел Несколько серий Вот, сколько там Не помню Я посмотрел Пять или восемь И что-то подзабил Хуй, знаете Четку Ананас, спасибо Как-то Я смотрел-сорел И в один момент Я просто как-то Переключился на другой сериал И перестал смотреть Вот этот Дом дракона И что-то как-то Даже нет желания продолжать Старый, я кроме порно Ничего вообще не смотрю Я понял тебя, окей Вот, я не знаю Что-то как-то Он неплохой, это Дом дракона Но что-то как-то Вот не зацепило Немножко Не так хорош Он, как Игра престолов Привет, я из прошлого Это я, Хесус Украина победила А я сейчас Кушай Хесуса Ты смотрел Очень странные дела Да, смотрел Хесус, спасибо За 120 рублей Шерлок? Ну да, да Шерлока я тоже смотрел Конечно Это я тоже смотрел Это я тоже смотрел Но там вроде Новых сезонов Шерлока-то еще нет Кадры, по которым Несложно догадаться Что Даша действительно Бросит веника И ему придется Проходить через тот же путь Как и Сергею Васнецову Какой нахуй веник Господи, блять Помимо старых персонажей Будут так же постепенно Обводиться новые Выводы какие-то Делать пока что рано Надеемся, что не получится Совсем уж плохо Ютуб наверняка Не показал тебе Какой-то из этих роликов Но в них Давай, до свидания А кто такой веник, ребята Я не в курсе просто Субтитры сделал DimaTorzok